Истинная Евангелие Иисуса Христа Истинная Евангелие Иисуса Христа Мы получили прощение о наших грехов, стали праведными и могли стоять перед Богом без чувства вины и стыда. Мы получили оправдание, стали такими праведными, будто никогда не грешили. Все это доступно любому, кто поверит независимо от пола, расы, образования или уровня доходов. У подножия Креста все равны, а в этом и заключается хорошая новость Евангелия. Лучшей новости просто быть не может. Но начинается все с признания того, что мы грешники и нам нужен Спаситель. Если вы не признаете, что вам нужен Спаситель, Евангелие не актуально. Если мы думаем, что можем спасти себя сами коллективными усилиями, в истории человечества нет примеров того, чтобы люди объединились ради блага всего человечества. Было всего несколько таких людей. История показывает, что без внутренней трансформации люди хотят совсем другого. Мы говорим о другом Евангелии. Послание Галатам, первая глава. Павел пишет церкви, которую он основал. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию. В церкви есть такие люди, которые даже не желают говорить о том, что можно отвернуться от истины. Я не хочу, чтобы вы боялись за свое спасение. Это не полезно. Но при этом я не хочу, чтобы вы думали, что из-за того, что вы повторили молитву и окунулись в бассейн, вы можете жить, как вам вздумается, и время от времени просить у Бога прощения. Это не так. Это очень губительный самообман. Я удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Прошло две тысячи лет, но мало что изменилось. Много путаницы и серьезные попытки извратить Евангелие Христово. Я прав? Иное Евангелие. Думаю, вы согласитесь, что оно очень быстро распространяется, особенно среди американских христиан. Евангелие богатства. Если у вас есть достаточно ресурсов, то вы можете жить так, как вам вздумается. Просто время от времени жертвуйте что-то в церковь, и Бог будет считать вас благословенным. Потому что накопление богатства — это якобы доказательство благословения на вашей жизни. А это указывает на вашу праведность или святость. Да, я верю, что Бог желает благословлять людей. Писание очень ясно называет бедность проклятием. Нет ничего святого в бедности, но и накопление богатства не указывает на вашу верность. Не хочу тратить на это время сегодня. Главное, не верьте в это Евангелие. Еще есть Евангелие удовольствия и стремления к счастью. Как Бог может быть против этого? Он создал нас, чтобы мы были счастливы. Он дал нам способность испытывать наслаждение. Да, Он сделал так, что вы можете наслаждаться едой, но предостерег вас насчет обжорства. Евангелие удовольствия гласит, «Если мне хорошо, то это не может быть неправильным. Нет, это может быть грехом». Еще есть Евангелие социальной справедливости. Я не просто признаю то, что я грешник, я начинаю искать грехи в других. Мы посвящаем свою жизнь тому, чтобы указывать другим на их грехи и требовать от них изменений. Еще у нас есть Евангелие глобализма. Якобы все мы дети Божьи, и все мы в итоге окажемся в одном и том же месте. Не нужно зацикливаться на Иисусе. Чуть поменьше разговоров об Иисусе. И между всеми нами будут прекрасные отношения. Это искажение Евангелия. Иное Евангелие приносит чувство вины и стыд. Так действует компромисс с совестью. Компромисс приносит чувство пустоты и тщетности. Компромисс не означает, что вы отвергаете Бога. Компромисс не означает, что вы говорите, «Я буду мусульманином», или «Я стану буддистом», или «Я теперь агностик», не говорите со мной о Боге. Вы можете читать Библию, ходить в церковь, и в вашей жизни может быть полно компромиссов. Люди, которым постоянно обращался Иисус в Евангелиях, не отвергли завета Авраама. Они постоянно говорили «Мы дети Авраама». Вот наш храм, а в воздухе витает аромат наших жертвоприношений. Мы соблюдаем праздники, даем десятину даже смятые других трав, которые мы покупаем на рынке. Мы так скрупулезны в нашем послушании закону, а Иисус говорил «Горе вам, вы слепы, поводыри». Затем он говорил людям «Не идите за ними, не слушайте их». Люди запутались, они не знали, что им делать. И мне кажется, что у нас сейчас происходит нечто подобное. Потому что мы привыкли к компромиссам. Книга «Экклесиаста» написана царем Соломоном, сыном Давида. И в начале и в конце этой книги стоят такие слова. Слова «Экклесиаста», сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета-сует», сказал «Экклесиаст». «Суета-сует» — все суета. В современных переводах сказано «все бессмысленно», «все тщетно и бесполезно». «Грех пустой и бесполезный». Он обещает то, что он не в силах исполниться. Он вызывает зависимость и приносит разрушение. А если ты примешь еще больше, тебе будет еще лучше. И неважно, о чем идет речь — о наркотиках, алкоголе, деньгах или адреналине. Чем больше, тем лучше. Но это не так. И в итоге вы понимаете, что у вас нет ни сил, ни здоровья, ни семьи. Все тщетно и бессмысленно. И в 12 главе подведен итог. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Ваш компромисс окажется неэффективным. А то, что вы делали в темноте, будет возвещено со всех крыш. То, что вы скрывали, будет раскрыто. То, что вы планировали оправдать, будет освящено светом Божьей истины. То есть, самое важное — бояться Бога. Служить Ему всем сердцем. Я нашел хороший пример того, за что церковь в нашей стране может чувствовать вину и стыд. Если бы я мог назвать всего пару вещей, то начал бы с абортов. Закон об этом был принят в нашей стране в 70-х, не потому что об этом много говорили, или за это проголосовали, а потому что Верховный суд сфабриковал незаконный взгляд на это и сделал это чем-то нормальным. На самом деле, это была реакция на бунт и аморальность 60-х. Это был логичный следующий шаг после бунта и аморальности, с которой мы столкнулись в 60-х годах. Мы больше не хотели, чтобы нас ограничивали библейским мировоззрением. Когда-то в Прайм Тайм по телевизору показывали такие сериалы, как «Предоставьте это Бивиру», «Оставьте место для папы», «Остров Гиллигана». Мы с вами смотрели их уже на Никелодеоне. А сейчас мы смотрим «Холостячку». Это новое прочтение «Острова Гиллигана». Как видите, результат чувства вины и стыда весьма очевиден в нашей жизни. Мы ничего не говорим, потому что чувствуем себя виноватыми. Думаю, у вас было много таких случаев, когда вы чувствовали побуждение помолиться за соседа или коллегу по работе, или пригласить кого-то в церковь, но вдруг вам на ум приходил случай, когда ваше общение с этим человеком было не очень набожным. Возможно, он слышал от вас что-то, кроме фразы «Слава Богу!» Или же когда-то вы не проявили к нему сострадания или не хотели выслушать. А может, к вам приходит мысль, «А что, если я помолюсь, и ничего не произойдет?» Он подумает, что я дурак. Вы не хотите, чтобы о вас подумали, что вы один из тех странных христиан. И что же мы делаем? Думаю, мы молчали достаточно долго. И это нас обездвижило. Мы просто молчим. Мы почти ничего не делаем и не говорим. Я устал наблюдать за тем, как безбожности грех чествуют и возвеличивают. А божьи люди продолжают молчать и ничего не делают. Результат чувства вины и стыда — это неправильные приоритеты. Вы думаете, что вам нужно больше работать или быть более праведными, или что-то еще? Иногда наша реакция на стыд и чувство вины — это воодушевленное отвлечение. Мы начинаем больше погружаться во что-то, в развлечения, в веселье. Я не могу быть грустным безбожником. Посмотрите, как я счастлив. И мы идем по пути, который все дальше уводит нас от Бога. Иногда мы реагируем злостью. Мы злимся на лицемерие и узколобость некоторых людей. Решение чувства вины и стыда очень простое. Библия говорит, что нужно просто покаяться и поверить. Покаяться в наших грехах и поверить в то, что работы Христа достаточно. Не может быть все так просто. Может, нужно стоять на одной ноге в полнолуние? Я не говорю, что это легко, но это и не сложно. Была заплачена огромная цена, чтобы ваше покаяние было эффективным. Просто огромнейшая цена. Понадобилось послушание безгрешного Сына Божьего и Его мучительная смерть, чтобы в итоге наше покаяние могло принести нам свободу. К покаянию нельзя относиться легкомысленно или небрежно. Такое отношение просто чудовищно, потому что Иисусу пришлось пролить за это кровь. Приходя на покаяние, мы должны осознавать Его невероятную цену. Покаяние должно быть проявлением смирения и отчаяния. Господь, я уже все перепробовал, и у меня ничего не вышло. Прости мне мои грехи. Я не запутался и не заблудился. Я был неправ. Я сам выбрал неверный путь. Мне не хватило смелости или желания, или, ну, можете сами заполнить пробел. Скажите Господу правду. Не прикрывайте ее ничем. Называйте все своими именами. Я был жадным, аморальным, похотливым, ленивым и тому подобное. Боже, прости меня, умоляю. А после покаяния вам нужно верить. Вера — это не пассивное действие. Петр вышел из лодки, потому что поверил, что он может ходить по воде. А когда он начал тонуться, Иисус спросил у него, почему же ты перестал верить? Вера, она отнюдь не пассивна. Вера всегда активна. Вера активна. У меня осталось несколько минут и еще очень много мыслей. Но я хочу поговорить о практической стороне. Как я уже сказал, на кресте произошел обмен. Иисус исчерпал проклятие греха, нашего греха, чтобы мы могли получить полное благословение за его послушание. У этого много аспектов, но один из аспектов этого обмена — это то, что Иисус взял наш позор, чтобы мы могли иметь его славу. Слава — это проявление Божьей благости, Божьего характера. Иисус взял на Себя наш позор за наш грех и нечестие, чтобы мы могли иметь проявление Божьей благости в нашей жизни. Мы этого не заслужили и не заработали. Мы имеем это благодаря Иисусу. А вот почему я хочу отождествлять себя с Ним. Да, я один из этих. А вы не хотите быть таким? Но там столько лицемеров, ничего страшного, я подвинусь, и мы сможем вместить еще одного. Ефесанам 2.8 «Ибо благодатью вы спасены через веру». Мы должны понимать, что в благодать входит все, что Иисус сделал для нас на кресте. Благодать означает «не за заслуги». То есть мы этого не заслужили и не заработали. Это незаслуженный подарок. Благодатью вы спасены. Спасение, искупление приходит к нам не за наши заслуги, а через веру. Напоминаю, вера не пассивна. Вера выражается в том, как мы живем. Стыд закрывает вам рот. Он заключает вас в тюрьму. Он ограничивает ваше воображение и стопорит вас. Вы как в тюрьме. Вы больше сфокусированы на своих ошибках. Когда Дух Святой обличает вас, Он говорит вам, что вы неправы, указывает на ваши ошибки в поведении. Но вместе с этим дает вам возможность покаяться и выбрать новый путь. А стыд просто говорит, ты безнадежен, ты никогда не поступал правильно, ты всегда ошибаешься. Дух Божий такого не говорит. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения, их совершил через страдания. Какой была цель страданий Иисуса? Привести многих сынов в славу. Божья цель привести многих детей в славу, чтобы Его слава была очевидна в нашей жизни. Это Его слава, поэтому нам нечем хвалиться. Пастор, я не могу в это повериться. Я тоже. Меня это до сих пор удивляет, а я в этом деле уже несколько десятилетий. Люди спрашивают, вы чувствуете себя призванным? Но вообще не всегда. А когда вы поняли, что Бог хочет использовать вашу жизнь? Мы говорили с Ним об этом сегодня. Да, меня это до сих пор удивляет, но вам проще. Нет, вы просто не видите это моими глазами. Мы все чувствуем себя немного. Если бы вы чувствовали себя слишком святым, то я за вас тогда переживал бы, потому что у нас есть враг, и он обвинитель, и у нас есть инструкция. Находится она в послании к евреям, 12 главе. Там сказано взирать на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посоромления, и воссел одесную престола Божия. С библейской точки зрения сесть означает, что какой-то процесс полностью завершен, то есть божественная справедливость была удовлетворена. Но перед тем, как сесть, Иисус претерпел крест, а для этого ему нужно было пренебречь позором. Могу вас заверить, что крест был местом позора. Так казнили только худших преступников. Иоанна изгнали на остров Патмос за веру, но его не распинали. Иисус пережил самый сильный позор, возможный на то время. А перед распятием его били и над ним насмехались. Солдаты завязали ему глаза, били его по голове и говорили, «Если ты сын Божий, скажи, кто ж тебя ударил?» Он не отвечал, и они били его снова и снова. Иисус знал не только, кто его ударил. Он знал имена их родителей, их детей, их адрес и даже цвет обшивки их дивана, но он молчал. Если бы он захотел, то у них на лбу могло бы появиться третье ухо, но он молчал. Его так сильно избили, что у него даже не осталось сил, чтобы нести свой крест. То есть, у других преступников осталось больше сил, чем у него. Он упал под тяжестью креста. Потом его привели на Голгофу, раздели догола, прибили его к кресту и подняли воздух. В последний раз мир видел Иисуса избитым, задыхающимся, голодным, жаждущим и голым на кресте. Сын Божий и автор послания к евреям говорит, что он пренебрег позором, чувство стыда не приклеится ко мне. Крест был инструментом позора. 68 Псалом, 8 стих говорит, «Ибо ради тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое». Он взял на себя поношение за всех нас. Он взял на себя все виды стыда и позора за наши ошибки и даже за грехи других людей. Иногда нам стыдно за те обстоятельства, которые даже не мы создали. Но далее сказано, ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Так легко сказать, что со мной не так? Почему все это происходит со мной? У нас есть враг, который хочет держать нас в плену стыда, но на кресте вы можете быть свободны от этого. чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей. Я не вписываюсь, я изгой. Другие люди легко вписываются, а я никуда не вписываюсь. Друзья, это никак не связано с вашим отношением к христианству. Когда церковь была маленькой, мы собирались в палатке на хлопковом поле за городом. Люди говорили, что мы сумасшедшие, заклинаем змей и живем как дикари. Мне было стыдно. Я думал, если бы у нас было здание побольше людей, было бы лучше. У нас появилось здание и побольше людей, но почти ничего не изменилось. Господь благословил нас, дал нам здание еще больше и еще больше людей, но о нас не перестают говорить. Теперь говорят, что нам лишь не хватает карусели и катка. Я надеюсь, что у нас будет так много людей, и что нам понадобится посадочная полоса и вертолетная площадка. Как нам получить исцеление от позора и стыда? Вы знаете, Иисус уже сказал об этом. Он сказал покайтесь и что далее? Поверьте, верой поблагодарите Иисуса за то, что Он понес ваш позор, чтобы вы были свободны от Него. Благодарение это самое простое выражение веры. Некоторые из вас многие годы носят в своей голове эти мысли, картинки, образы. Вы говорите, я произнес молитву, но мои чувства не изменились. Что, серьезно? Это то же самое, что набрать пару килограммов? А потом говорить я разочарован. Я дважды проезжал мимо спортзала, но так и не похудел. Как вообще? Такое возможно. Возможно, от вас требуется немного настойчивости. Я бы хотел помолиться с вами. Чувство вины и стыда сильные инструменты нашего врага. И нам нужна помощь Святого Духа, чтобы Он помог нам понять, кто мы во Христе и жить свободно. Вначале я попрошу вас повторить за мной молитву, а потом я сам помолюсь за вас. Скажите, через кровь Иисуса я искуплен из рук дьявола. Кровь Сына Божьего Иисуса Христа постоянно очищает меня от всякого греха. Она освящает меня и отделяет меня для Бога. Через кровь Иисуса я стал праведным, будто бы я никогда и не грешил. Мое тело это храм Святого Духа, очищенный кровью Иисуса. Поэтому сатане нет места во мне, и он не властен надо мною благодаря крови Иисуса. Аллилуйя! Мы свободны! А теперь поблагодарите Господа за свою свободу. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. В книге Деяния в первой главе Иисус вознесся на небеса. Церковь стала расширяться. Теперь ученики продолжали служение Иисуса самостоятельно. Буквально через две главы мы снова встречаем Иисуса. По дороге в Дамаск он явился Савлу и Старсом. Тогда он был озлобленным жестоким фарисеем, который ненавидел последователей Иисуса. Так Савл и Старс стал апостолом Павлом, одним из наших героев. Я надеюсь, что вы с ним дружите. Мы часто читаем его послания. Павел распространял Евангелие в очень непростое время. Было много политического давления, путаницы, ересей. Распространение Евангелия не давалось быстро и легко, но Павел был готов заплатить свою цену. Его послания к церкви являются мощной поддержкой для церкви в наши времена. Мы приготовили инструмент, который поможет вам в Новом году. Это ежедневное изучение, составленное из отрывков посланий апостола Павла к церквям. Книга выполнена в формате ежедневных заметок. Мы сможем размышлять над посланием Павла каждый день. Святой Дух обязательно будет действовать в вашей жизни. Пусть Слово Божие будет вашим хлебом насущным. Сегодня, как никогда, мы особенно нуждаемся в силе от Бога. Даже если я, рожденный свыше христианин, и переживал встречи с Богом в прошлом году, этого недостаточно. Ищите Бога сегодня, на этой неделе, в этом месяце, сейчас. Я верю, что эта книга станет мощным инструментом, который поможет вам расти в вере. Откройте свое сердце, скажите Господом, я хочу следовать за Тобой. Мы новое воплощение книги Деяния. Бог призвал нас быть светом и солью для нашего поколения. Наша новая книга, уроки от Павла, может помочь вам в этом. Ежедневные изучения помогут вам применять истины от апостола Павла в ваших обстоятельствах. Они принесут ободрение и знания для того, чтобы мы всегда могли следовать за Господом, независимо от того, что ждет нас впереди. Уроки от Павла это полноценная качественная книга. Каждый день включает в себя отрывок из Писания, разбор отрывка, молитву, место для заметок и дневника. Мы отправим вам книгу в благодарность за ваше пожертвование от 25 долларов. Когда мы встречаемся с трудностями, примем ли мы решение следовать за Богом? Давайте начнем смело постоять в вере вместе с уроками от Павла. Отправьте заявку и оформите заказ на книгу уже сегодня. Заходите на сайт и звоните по нашему телефону. Многие из вас лично посетили служение пастора Алена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служений и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Алена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите.